Всем привет! Это xbt.com, на связи Бурховецкий и сегодня смотрим на 2.0 акустику от Sven SPS 710. Поехали! Колонки выполнены в классическом дизайне в форме параллелепипедов со скругленными углами. Они небольшие, в высоту 27 см, в глубину 19 и в ширину 17 см, так что без проблем поместятся на большинстве полок и письменных столов. Корпус сделан из МДФ и, что важно, покрытие корпуса матовое и неэстетичные отпечатки пальцев на поверхности практически не остаются. Спереди каждой колонки несъемная сетка из звукопрозрачной ткани, она защищает динамики от пыли. Да, надо сказать, что я не сразу разобрался, какая из них левая, какая правая. На самих колонках это никак не обозначено, в инструкции об этом тоже ни слова. Однако, следуя логике и картинке на коробке, активная колонка ставится справа от слушателя, а пассивная слева. На задней панели активной колонки расположен выключатель, несъемный кабель питания, аудиовыходы на пассивную колонку, а также разъемы RCA и разъем для радиоантенны. С правой стороны активной колонки находятся три валкодера с дискретным ходом. Они отвечают за громкость и эквализацию звука, можно подкрутить высокие или низкие частоты по вкусу. Рядом, да, есть и такое, щель для SD-карты и USB-вход, а также выход на наушники. А еще тут расположились элементы управления встроенным mp3-плеером и радио. Можно сказать, что в этих колонках Sven собрал целый медиа-центр. Здесь есть и Bluetooth, правда только с SBC-кодеком, так что музыку с высоким битрейтом не послушаешь, и встроенный mp3-плеер, и FM-радио, и часы с будильником. Всем этим богатством можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, а информация о режиме подключения, частоте радиостанции, громкость, эквализация и часы отображается на LED-дисплее. Он хоть и расположен за тканью, но отлично виден, впрочем, его яркость тоже можно отрегулировать. Встроенный плеер читает не только файлы mp3, но и некоторые другие форматы, например, Wave, однако в отличие от заявленного mp3 не всегда корректно, тут уж как повезет, но такой вот небольшой бонус. Плеер работает с SD-картами объемом до 32 гигабайт, причем то, что находится в папках, тоже читает, правда, чтобы добраться до их содержимого, нужно сначала пролистать то, что находится в корневой директории. Всем файлам на флешке плеер присваивает номера в соответствии с порядком записи, и чтобы найти нужный трек, нужно либо листать до него, либо запомнить номер и включить с помощью пульта. Ну а теперь о звуке. В каждой колонке стоит по два динамика, 100-мм низкочастотный и 25-мм высокочастотный динамик. Выдают они достойное для колонок такого класса звучание. Естественно, что ровная чиха от них ждать не приходится, но для прослушивания музыки дома вполне сгодятся. Как часто бывает в бытовых колонках, здесь много баса, который слегка гудит, но это решается с помощью эквалайзера. Середина четкая, а вот верха не хватает, и тут уж эквалайзером горе не поможешь. Дело в том, что при повышении уровня высоких частот они становятся жесткими и начинают резать слух. Что не понравилось. Комплектный провод, к которому соединяются колонки, выглядит, ну, как-то совсем несерьезно и тонко. Впрочем, для колонок такого класса, может быть, это и нормально. В любом случае его можно без проблем поменять. Ну а главный плюс данной акустики, это ее многофункциональность. Ее можно использовать и без компьютера, как отдельный медиа-центр. К плюсам можно также отнести и бюджетность этих колонок. Стоимость такой системы на момент обзора составляет около 5000 рублей, что весьма приемлемо за подобный набор функций. А это было xbt.com, на связи был Бурховецкий. Всем пока и до встречи в эфире! Субтитры сделал DimaTorzok